И сегодня хотелось бы затронуть тему про эмоции. Эмоции – друзья они или враги для спикера. Эмоции, как известно, бывают позитивные и негативные, насколько вы знаете. Причём негативные эмоции вырабатываются ещё в детстве, в процессе игры, гораздо быстрее, чем позитивные. То есть, если пустить их выработку на самотёк, они, в первую очередь, вырабатываются негативные. Это удивительно, но факт об этом пишут и говорят исследователи в этом направлении. И у нас, собственно говоря, нет оснований им не доверять. Вообще, откуда они берутся, эти эмоции? Да когда они умудряются где-то у нас, внутри нас вырабатываться. Выясняется, что примерно от 2 до 5 процентов наших эмоций, они врождённые. Та-дам! Знали ли вы об этом? А всё остальное – это люди либо сами научились, либо их кто-то научил. И того, и, конечно же, когда мы выходим на сцену или включаем камеру, нам кажется, что мы волнуемся, и что вот этот вот эмоциональный фон негативный, он мешает нам выступать. Как ни странно, само по себе волнение – это не эмоции. А эмоции – это то, что у нас вырабатывается в результате этого волнения. Представляете? Если мы в результате волнения начинаем злиться, раздражаться – о, пошла негативная эмоция. Или вот то, что говорят – страх, да, боязнь какая-то возникает, отстранение – вот, тоже пошла эмоция. Но, говорят, адреналин в кровь, да, когда волнение не чрезмерное, а лёгкое такое волнение. Оно добавляет куража, оно добавляет свободы, эмоциональной вот-вот окраски в речь. То есть получается, что с одной стороны эмоции – это плохо, с другой стороны, вроде бы как эмоции – это хорошо. Хорошо. Или ещё такой вариант. Из всего вышесказанного вроде бы следует, что негативные эмоции – это плохо, да, и они не способствуют нашим выступлениям. А позитивное – это хорошо. Буду улыбаться, буду себя настраивать позитивно, и всё, всё моё выступление пройдёт хорошо. Но, с другой стороны, представьте себе, если в вашем выступлении затронуты какие-то очень серьёзные такие, я бы сказала, такие трогательные темы, которые требуют переживания, сопереживания со стороны зрителя, на которые стоит обратить внимание, к примеру, о жутком отношении к экологии, о каких-то вопиющих фактах, которым вы хотите подтянуть сочувствие. А вы такой весь позитивный, такой на позитивной эмоции. Будет ли это конкурентно, что называется? Ну, конечно же, нет. Нет, тогда всё-таки друзья ли враги? Я знаю, да и вы наверняка читали в классических произведениях о том, что в высшем обществе детей, гувернантки, да, да и родители, в общем-то, учили управлять эмоциями. С самого детства им говорили, «Прекрати вот эти излияния! Держи себя сдержанно!» С одной стороны, да, то есть учись скрывать свои эмоции. С другой стороны говорили, «Ну что же ты так всё в себе держишь? Выплесни эмоции!» В какой-то совершенно другой момент. Выплесни свои эмоции. То есть получается, что как сдерживать эмоции, так и выплёскивать эмоции полезно. Более того, это зачастую выгодно. Многие люди не знают, как руководить, вот именно руководить своими эмоциями. Когда сдерживать? Когда выплёскивать? Где какая эмоция им поможет? А где та эмоция, которая, наоборот, всё развалит? Небезызвестный исследователь эмоциональных состояний Николай Иванович Козлов, он называет вот эти вот элементы, которые позволяют нам руководить эмоциями, ключами, эмоциональные ключи. Хорошее название, не правда ли, да? Что ими может служить? Как он говорит, женщинам проще всего, да, вот и система Станиславского, актёрская игра, она вся направлена на пережитой опыт. То есть актёр вспоминает какую-то подобную эмоцию и изнутри начинает её воспроизводить, и тогда вся его телесная оболочка, скажем так, тоже начинает её выражать. Но эмоции удивительны. Знаете, они подобны лодке, которая плывёт как по течению. Так, если наличное весло, может плыть и против течения. Каким образом? Если вы изнутри вызвали воспоминание об этой эмоции, очень известная актёрская игра, актёрский приём, да, вспомните вкус лимона, да? Человек углубляется в себя, вспоминает этот вкус лимона, и на его лице отражается вот эта кислота и вот это вот восприятие вкуса лимона. Мимика отражает несуществующий, вспомненный вкус. А как же в другую сторону плыть? Садимся, как говорится, и берём в руки весла, образно говоря, да? Если после эмоций, внутри возникшей, соответственно, она каким-то образом отражается в мимике, в жестах, в теле, более того, в этот момент зачастую в актёрской среде существует такое понятие, как внутренний монолог. Мы как будто бы себе что-то проговариваем. В случае с лимоном, да, как мы реагируем обычно, мы можем этого не говорить, но внутри, что... Кислый! Ой, какой! Прямо штамм в горле запершило, да? Мы произносим как будто бы, мы внутри себя думаем, ой, какой кислый, аж горле запершило. Теперь всё делаем наоборот. Изображаем на лице ту гримасу, которую мы, к примеру, увидели по телевидению, в кино, себя запечатлели в тот момент, когда ели лимон, да? Воспроизводим ту же мимику, воспроизводим движение в теле, проговариваем про себя, вот этот самый текст, внутренний монолог. И эта эмоция, мы все окружающие, во-первых, видят, что мы какую-то эмоцию выражаем, вот, в данном случае недовольство, да, неудовольствие, вот такая эмоция по поводу кислоты лимона, вот, и мы сами начинаем это ощущать. Вот, собственно говоря, ключи, которые включают в нас эмоцию. Другая эмоция, например, брезгливость, да, скепсис, ирония, они все одного поля ягода. Значит, мы знаем, что приподнятые губы, такие приподнятые, да, нос такой немножко сморщенный, вспоминаем в этот момент, что какой-то неприятный запах, к примеру, да, фу, и получается презрение у нас, получается у нас пренебрежение, брезгливость, да, фу, ой, и все на лице, как говорится, написано, и в теле оно же, и внутренне мы проговорили это фу, да, вот вам и брезгливость. Но если нам нужна радость, к примеру, мы понимаем, что при радости, как правило, у нас широко открываются глаза, раз, и мы широко открыли глаза, раз, и губы разъехались в улыбке. Это работает мимика, правильно? Улыбка. Помните еще в фильме «Секрет», да? Сначала начни улыбаться, и потом к тебе придет хорошее настроение. Вот оно, налегли на весла, что-то сделали со своим телом, со своей мимикой, вспомнили что-то хорошее. Ох, как мы ездили на море, Боже, какое было море! И все, вот она радость, она в нас поселяется. Когда вы не тренированы в этом управлении эмоциями, то, конечно, у вас сразу это не получится. Актерское мастерство зачастую это тренировка различного вида эмоций, научиться их выражать, чтобы их было видно, и даже более того, чтобы их было слышно в голосе. мы представляем себе какое-то умильное существо, ребенка или котенка, и у нас реагирует на это и голос, и выражение лица, некое такое умильное, доброжелательное. Еще называют это вот тихая радость. Вот какое выражение лица. и потихоньку оно проникает внутрь. Наше внутреннее, к примеру, беспокойство сменяется на спокойствие и вот это вот приятие, вот это вот доброжелательность эту. То есть, начинаем снаружи. Если вдруг при включении камеры, перед самым включением, вы уже знаете, что у вас, у вас может возникнуть боязнь, страх, злость, да, потренируйте вызывать в себе. Не просто натяните на лицо и ничего при этом не думайте, нет, включайте и внутренний монолог, и мимику, и жест, руки, руки, которые протягивают, которые дающие руки, да, вот, да, жест тоже помогает. Вот те самые маркеры, ну и вспоминаем, соответственно. Если не получается вспоминать, тогда идем от внешнего к внутреннему. Эмоции нужно тренировать. Прекрасный есть эпизод в фильме «Честная куртизанка», когда женщина очень опытная, вот, прошедшая, что называется, большой длинный путь в этом направлении, она тренирует молодую. И как ходить? Обуви в высокой платформе, она говорит, что с высоким ростом ты будешь выгодно выделяться среди других женщин. И походка плавная, вот. Ну и, естественно, что глаза, мимика, жест, все это, там, и тревога, и, соответственно, спокойствие, наоборот, радость такая, и покажи, что он для тебя единственный в мире. В общем, я рекомендую вам посмотреть этот фильм, очень наглядно там эта актриса все изображает, но этого мало, как вы догадываетесь, да, просто посмотреть, просто поговорить об этом, конечно же, мало. Нужно это все тренировать. Так вот, Николай Иванович даже называет, это гимнастикой, эмоциональной гимнастикой. Сначала, с утра, потренируйте тело, а потом потренируйте свои эмоции. Посмотрите на себя в зеркало. Скажите себе, я в прекрасном настроении, вспомните что-то хорошее, и посмотрите на свое отражение, да, а потом вспомните что-нибудь грустное, и, соответственно, ваша мимика изменится, и, может быть, даже плечи опустятся, да, если вы вздохнете, если вы тревожны, если у вас немножко вас трясет, да, вспомните какую-то ситуацию, когда вам было очень спокойно и комфортно. Выдохните, вспомните, проговорите внутренний монолог, и тогда это все отразится и на лице, и в голосе, и ваш зритель, ваш слушатель, конечно же, все это увидит и начнет сопереживать вместе с вами. Что еще? Я тут упомянула уже про дыхание. Выдохните, да, хороши еще такие простые, простейшие дыхательные техники. Ну, мне, например, очень нравится квадрант дыхания, так называемый, он потому и квадрат, да, что вдох и выдох, и, точнее, вдох, потом замереть не выдыхая, потом выдохнуть и снова замереть не вдыхая. Они все равны между собой. Это такой легкий, да, такой медитативный эффект, дыхательно-медитативная легкая техника, очень легкая. Вот попробуйте это сделать. Сами вдохнули, раз, два, три, задержали вдох, раз, два, три, выдохнули на раз, два, три, и снова задержали дыхание. Успокаивает, не так ли? За два раза вряд ли, но если вы это сделаете четыре, восемь раз, вы это явно почувствуете. Сначала сделайте, а потом уже мягко, плавно, думая о чем-то хорошем, включайте камеру, включайте трансляцию, выходите на сцену. И тогда уже вам будет гораздо лучше, вы будете спокойнее. Хотя для начала выступления вот такое вот спокойное состояние не очень подходит, я хочу вам сказать. Вначале все-таки нужна какая-то радость, подъем, да? Здравствуйте, дорогие зрители, с вами спикер, и сегодня мы поговорим о том-то и о том-то. А вот в финале вполне можно сделать заключение уже более спокойным тоном. И это не только голос, это в общем внутреннее состояние, эмоция, которую, к примеру, в данном случае я несу и передаю вам. Итак, давайте подведем итог нашего сегодняшнего прямого эфира. Если у нас там вопросы, возражения по этому поводу, я вам передала, как говорится, свой опыт актерский и то, что я по этому поводу знала, читала, интересовалась, да, вы, конечно, можете поделиться и своим опытом, я буду только рада. Если вопросов нет, ну, если они вдруг появятся в будущем, пишите в комментариях, мы эту тему обсудим и дальше, будем обсуждать и дальше. Хочется знать какие-то ваши исходные данные, да, пишите, к примеру, свою ситуацию, и мы можем эту тему развить. Вот. Так что, во-первых, знайте, что эмоциями можно управлять, как вспоминая, так и применяя ключи, некие внешние ключи, которые вас поведут к вашему трансформации, вашего внутреннего эмоционального состояния. Ну и тренируйте, соответственно. Сделайте это гимнастикой. Гимнастика ваших эмоций. И эмоции станут вам подвластны. И вы, как спикер, явно вырастите. Для того, чтобы то, что соответствует ситуации, то, что по вашему тексту нужно передать эмоционально, вы это передадите. Если мое выступление, моя речь, мой эфир был для вас полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а я, пожалуй, откланяюсь на сегодня и скажу вам до встречи в эфире. С вами была Елена Литвиненко.